Выдача микрокредитов в республике в начале лета увеличилась на 2,5%. В июне жители взяли 85,5 тысяч займов. В целом по России показатель вернулся к прошлогоднему уровню, констатируют аналитики Национального бюро кредитных историй. Башкортостан замыкает первую пятерку регионов-лидеров по количеству микрокредитов. Больше всего займов до зарплаты в июне взяли жители Москвы, Московской и Свердловской областей, а также Краснодарского края. По словам экспертов, наращивание микрокредитования свидетельствует о восстановлении экономики. С другой стороны, тенденцию нельзя назвать положительной, так как подобные займы финансово невыгодно. Их выдают на короткий срок под высокий процент. При этом в последнее время отмечается агрессивная маркетинговая политика микрофинансовых организаций, отметили специалисты. В ближайшее время, возможно, макрорегулятор у нас примет законопроекты, ужесточающие требования к микрофинансовым организациям. И микрофинансовые организации в настоящее время пытаются нарастить пул потребителей своих продуктов с тем, чтобы потом в дальнейшем работать с ними, когда уже привлекать новых клиентов будет достаточно проблематично. Так, по словам Константина Гришина, одной из мер в отношении микрофинансовых организаций может стать требование о снижении процентной ставки до 0,8% в день.